приветствую друзья вы на официальном канале экспо парка отличная новость для водителей такси те аккаунты и те водители которые были ранее бессрочно заблокированы теперь можно разблокировать пока что в нескольких регионах россии впоследствии возможно по всей стране вот в каких регионах это можно сделать это санкт-петербург и ленинградская область ростов-на-дону и ростовская область республика татарстан и красноярский край вот смотрите в каких случаях вообще можно заявить о пересмотре решение о блокировке водителя так вот это подтвержденный факт передачи учетные записи в яндекс про другому человеку это первое второе это нарушение правил безопасности во время заказа более подробно посмотреть что это за правило безопасности можно будет в описании к этому видео дальше злоупотребление возможностями сервиса а также данными возможности приложения яндекс про например манипуляции с промокодами да стоит добавить то что бывало такое за неоднократное пускание самолетика если вы понимаете о чем я тоже раньше можно было получить бессрочную блокировку такой случай тоже может быть пересмотрен ну и соответственно регулярные нарушения аферты сервиса полностью почитать аферту можно будет тоже в описании к этому видео кто будет рассматривать возможность разблокировки водителя сам сервис а также специальный комитет водителей давайте немножечко подробнее остановимся на этом специальном комитете это специальный орган который состоит из водителей добровольцев которые будут рассматривать возможность восстановления водителя независимо от позиции сервиса как минимум один участник комитета будет из того региона из которого заявляет водитель на просьбу о пересмотре чуть чуть подробнее остановимся на работе самого комитета что это такое кто может участвовать в вообще в работе этого комитета и так это водители яндекс гоу или uber которые работают не менее одного года и не имеют бессрочных ограничений те водители которые используют приложение в яндекс про в режиме на линии не менее 30 часов в неделю это водители которые поддерживают рейтинг не ниже 4 4 и 9 и не имеют критических отзывов от пользователей вот не вполне понятно что такое критические отзывы и преимущественное право есть у водителей наставников которые участвуют в программе наставничество об этом на этом мы останавливаться не будем такой чтобы попасть в этот комитет водителей если вдруг для вас это стало интересно я оставлю ссылку в описании где нужно заполнить небольшую форму хочу вступить в комитет вернемся к нашей теме как устроена сама процедура пересмотра так вот каждую заявку проверяет группа разбора если заявка соответствует формальным критериям с ней закон знакомится комитет написано как-то странно и завуалирована комитет изучит обстоятельства и ограничения не может попросить водителя прислать дополнительную информацию затем будет назначен день рассмотрения о нем водители известят заранее попросят присоединиться собрание может проводиться очно в одном помещении или же по видеосвязи на собрании будет присутствовать и представитель компании яндекс такси он расскажет комитету о причинах ограничений и предоставит мнение сервиса об от обстоятельствах отключения от заказов потом водитель получит возможность изложить свою точку зрения далее выслушав всех комитет уйдет на обсуждение чтобы решить какую рекомендацию дать сервису некое подобие суда присяжных однако учитывая то что яндекс при вынесении собственных решений действует в основном дистанционно мне кажется это будет один из единственных возможностей прямую поговорить с представителем вообще в принципе этого сервиса обратить ваше внимание дорогие друзья что финальное решение остается именно за сервисом но рекомендации комитета водителей играет важнейшую роль для его принятия лично я сам подал заявку на вступление комитет потому что мне очень интересно как вообще весь этот процесс устроен и что он включает в себя поэтому друзья если вам и тоже интересен этот процесс ну во первых напишите пожалуйста в комментариях что вы об этом обо всем думаете а во вторых если вдруг ссылка на вступление в комитет будет находиться в описании если хотите пожалуйста вступайте кстати говоря как только яндекс предоставит ответ на мою заявку на вступление в комитет водителей тоже обязательно дам вам обратную связь и давайте в конце обозначим сколько всего длится эта процедура пересмотра раннего решения о блокировке водителя в сервисе в среднем как пишет яндекс 15 календарных дней с момента когда онлайн заявку приняла группа разбора но пересмотр в зависимости от сложности каждого кейса может занять и больше на максимальный срок примерно 60 календарных дней все зависит от количества заявок и загруженности комитетом какие вопросы вот лично у меня остаются к всей этой ситуации понятное дело что комитет водителей будет работать на добровольной основе будут ли получать что-то водители которые будут работать в этом комитете и по и принимать соответствующее решение непонятно и неясно будем разбираться мне самому интересно в него вступить и посмотреть как это работает и опять же несколько завуалированных определений которые были здесь в этой статье ничего страшного поживем увидим по крайней мере что хорошо яндекс уже пытается идти на какой-то диалог и более детально рассматривать те или иные кейсы сегодня около 23 часов по московскому времени будет производиться розыгрыш 15 литров топлива или и 15 литров топлива и комплексной мойки успейте посмотреть видео подписаться на этот канал и обязательно оставить любой комментарий под видео который появится сейчас чуть повыше на этом у меня все дорогие друзья подписывайтесь на канал экспо парка и присоединяйтесь у на и присоединяйтесь к нашим водителям у нас самые выгодные условия подключения к яндекс такси и uber по всей стране фиксировано либо три с половиной рубля заказа либо 53 рубля сутки и никакой комиссии парка больше нету вообще у нас есть моментальные выплаты при которых вы можете получать деньги буквально после каждого заказа и грамотная служба поддержки которая не оставит вас ни в одной сложной ситуации спасибо большое за внимание рад был делать для вас этот материал увидимся пока берегите себя удачи вам